друзья всем привет сегодня вышло новое событие мега монах с буквой х не поместившийся в кнопку это событие в котором с обеих сторон и у нас и у нашего соперника выходит монах да не просто монаха мега монах который это такую то который атакует только здание при этом его обилка стоит на одну единицу эликсира дороже то есть 2 единицы эликсира и исцеляет все вокруг по мере уничтожения мега монахов сразу же появляется еще один мега монах но уже с противоположной стороны в общем сейчас сыграем все увидим но для начала надо собрать колоду и в это испытание я не рекомендую брать заклинания а также карты которые плохо контактируют с обилкой монаха то есть дальнобойные карты из раза такие как лучницы гоблины копейщики миньоны в общем те карты которые чей урон отражает мега монах или монах обычный брать не стоит что стоит брать то же самое кстати касается заклинаний то есть бревно варварская бочка фаербол ракета тоже нежелательные заклинания для этого испытания возьмем в эту колоду что-то чем будем убивать монаха а также контрить воздух пламенный дракон отлично подойдет на эту роль мини генераторы грома отличные карты для этого испытания так как их атака не отражается монахом но я возьму электродракона электродракон в сочетании с пламенным драконом это отличная связка при условии хорошего танка хороший танк у нас имеется причем он бесплатно это мега монах и возьмем под электродраконы пламенного дракона торнадо электродракон с торнадо это замечательная связка также нам нужна поддержка монаха в наших атаках отличная поддержка ночная ведьма дешевая будет производить еще летучих мышек все это еще будет достаточно сложно убивать и возьмем еще целительницу помимо того что она будет исцелять все вокруг она еще будет стакаться с обилкой монаха исцеление будет гораздо больше такое у нас получается костяк колоды я думаю что можно взять еще мини пеку сюда для того чтобы еще быстрее убивать мега монаха соперника и под все это чисти ловое заклинание необходимо я вместо мини пейки можно взять естественно элитных варваров элитных варваров также можно взять из надейся исходя из того что соперник может играть с молнией и тогда мы сможем отыгрывать от твоей молнии при помощи спасать нашу электро дракона при помощи элитных варваров но пока я не встречал соперников смолнии а вот я Пожалуй возьму молнию, чтобы отбрить электродраконов Можно взять яд Но яд в этом испытании Он не будет добивать карты соперника Скорее всего потому что обилка монаха Которая все исцеляет Она будет портить эффект яда Поэтому молния, чтобы мгновенно убивала электродраконов Если будут такие у соперника И вот такого вида получается колода Вместо молнии можно взять духа исцеления Будет побыстрее колода Но не будет ответа на Жирные карты, будет достаточно сложно Возможно, поэтому именно вот такой колодой Попробуем сыграть Погнали Сразу же идут Мега монахи По левой и по правой стороне По правой от соперника, по левой от меня Накину целительницу Пожалуй для начала Поддержку атаки К сожалению ночная ведьма у меня в конце колоды Но давайте вот так сделаем Обозначим Свою атаку А здесь будем Ага Прожмем обилку Чтобы подольше пожила наша атака Конечно Урон я здесь навряд ли нанесу Хотя вот электродракон сейчас Дамажит через вышку Прожимать ли мне здесь обилку Я думаю, что не надо Я думаю, что монах сейчас добьет Его пушку Вот теперь у нас более удачный цикл И кстати Палачата брать в это испытание Наверное не стоит Потому что мы прожимаем обилку И все И отражается этот топорик А в это время Ночная Ай-яй-яй Не добивает К сожалению Ярость Накину корявенькую ярость И зря я это сделал Но зато ночную ведьму По правой стороне Добил мой мини пека Начинаем по правой стороне Игру теперь Пламенного опять же Выставляем против его Мегамонаха Хорошие размены получаются Благодаря этому Единственное у него сейчас Будет армия скелетов Поэтому мне надо готовить торнадо Абилку я естественно прожму И готовлю торнадо Да, вот оно пошло Армия скелетов Целительница с мегамонахом Живы Пламенный зафокусился Но Особых дивидендов Мне это пока не принесло Давайте мини пека И тем не менее Разберемся с Опять же Мегамонахом Моего оппонента А мой мегамонах Смотрите-ка Огромный урон нанес Между прочим И вот уже двойной эликсир Начинаю свою Серьезную на этот раз Атаку От которой он просто так Не отобьется Ой-ой-ой Вот эта ошибка большая Между прочим От него Я думаю Что можно сыграть Вот так вот Ух ты Неожиданно Давайте прожмем Обилку здесь Законтрим Таким образом Пушку И все Я думаю Что здесь надо Дать торнадо Целительница живет Пробиваем Через Палача Пробить-то пробили Но Давайте-ка я здесь Молнию скину Добьем вышку Таким образом Избавимся от Ночной ведьмы Здесь ярость Накинем И торнадо В оттяжку Повозки с пушкой Итак Начинается Следующий матч Вот если бы Была в самой Стартовой руке У меня Ночная ведьма Было бы очень Хорошее начало Игры Но нет Ночной ведьмы Нет Кстати я думаю Что феникс Возможно Был бы даже Более предпочтительным Вариантом Чем пламенный Дракон Но пока Играем так Давайте-ка Вот так вот Все притянем И накинем Еще вот сюда Ярость Пусть Целительница Поживет подольше Пожила она Конечно Подольше Но Вот теперь Я думаю Я начну Ведьму Накину в левую Сторону На монаха Пламенный Может быть Его мега Монаха Немножечко Подконтрит Даже не немножечко А очень так достойно Еще одна летучая мышка Нет К сожалению Она умрет Поэтому Не все так хорошо Как хотелось бы Быстрее обилку Надо прожимать Прожимаем И в это время Ночная ведьма Должна разменяться С элитными Барбарианцами Отлично Размен произошел И теперь Летучие мышки Будут терроризировать Вышку Вынуждают отдать Его стрелы И ночная Я думаю Сейчас еще как-то Законтрит Да Я думаю Это будет Это можно Ничего не выставлять На его мега монаха Одна летучая мышка Его сейчас догрызет Либо же Ему нужно будет Что-то выставлять А в это время Я организовываю Свою собственную атаку Электродракона Сюда докидываю Готовлюсь Прожимать обилку Интересный мув Обилку Прожимать пока Не будем Вот теперь Прожимаем Мега миньон Отражается Обилка Да И мега миньон Кстати тоже Не очень хороший вариант Для этого испытания В это время Правую вышку Мы его уничтожаем И готовимся Ночную ведьму Накидывать В правую же сторону То есть Мы его развели Видите Раз за разом Он своего Мега монаха Отдавал Просто в никуда То есть Мой пламенный Всегда был готов С ним разменяться И мы его Заставляли защищаться Вместо того Чтобы выстраивать Свою атаку То есть Здесь такой Двойственный выбор Когда мы Когда идет Наша атака С монахом Мы можем Пойти в атаку Полностью И забить на защиту Но тогда Мы должны Быстрее соперника Снести И быть уверенными Что мы защитимся То есть Вот это опасный момент Но сейчас На следующей игре Его обговорим Так Перешел я на другой Ак На этот раз Давайте поиграем С фениксом Вместо пламенного Это тоже Хороший вариант Он будет медленнее Убивать мега монаха Но при этом Феникса Можно поставить В точку И противостоять Воздушной карте соперника К тому же Электродракону Или пламенному То есть Эта карта Лучше в защите будет Именно против Сложных атак С танками С электродраконом Но пока Электродракон Никто из моих соперников На видео Во всяком случае Не догадался взять Поэтому может быть Замена и лишняя Итак давайте сыграем Таким уже вариантом И По поводу постановки Вот сейчас Вот То есть Вот сейчас мы ставим 4 единицы эликсира В поддержку монаха Дальше Ничего не ставим Копим десятку Потому что нам надо смотреть Что будет соперник делать Вот он делает то же самое Соответственно Нам надо будет Чтобы защититься Уже отдать сюда Электродракону Он выставляется еще У него сейчас На молнию Есть эликсир уже Но есть эликсир На молнию И у нас И я думаю Что мы молнию Отдадим вот здесь Хорошая молния Будет И прожимаем Обилку Я думаю Что ярость Здесь накинем Ай-яй-яй Жаль Ночная ведьма Умерла Но две летучие мышки От нее остались И они Вместе с монахом Добивают вышку Моего соперника То есть Вот он первый размен И он прошел Выгодно для нас Что делаем дальше Навязываем Свою игру Я думаю Что навязываем Свою игру Поэтому я делаю Нет Больше Больше сейчас Я не успею Ничего выставить Поэтому Для начала Мини пеку Вот сюда Повыше Здесь я думаю Я отдам Прямо отдам Вот так вот Торнадо Чтобы быстрее Добить Ночную ведьму И к сожалению Здесь у меня Проблемы По левой стороне Да Мой Мини пека Умирает Левую вышку Я думаю Будем отдавать Да Тем более Он тоже Навязывает Типа игру По левой стороне Мы не навязываем Е в этом отношении Помним Что у него есть Это самое Армия скелетов Он ее накидывает В левую сторону Мы сюда Ярость Тогда отдаем Чтобы он быстро Нас не снес А сами атакуем По правой стороне Да Почему нет Копим на молнию Хотя я думаю Обилку здесь Можно для начала Прожать Обилку прожимаем Электродракона Сюда поставлю Чтобы он По правой стороне Потом пошел Ночная ведьма Добила Отлично Все У нас пока Преимущество Нам теперь надо Хорошо отыграть Вот эту Финальную стадию Игры На левую сторону Идет мегамонах На левую сторону Я буду выстраивать Свою атаку Соответственно Сейчас молнию Отдам В правую Выжу В правую сторону Вот так вот Важно Чтобы выжил Электродракон Но он по-моему Не выживает Ладно Ничего страшного Зато хорошая Ярость здесь Попадает По летучим мышкам В том числе Здесь обилку Прожмем И минипеку Я буду выставлять На этот раз Против садницы На баране А обилка Монаха Еще помимо того Что она Она дает Еще неуязвимость Как я понимаю Так Нужна ярость Срочно Ярость Накидываем Минус Вышка Вот это был Хороший соперник Уже неплохо Он действовал Но опять же Мне кажется Что брать В это испытание Где идут Монахи Один за другим После смерти Абсолютно Бесплатно И брать в это испытание Точнее событие Еще какой-то Винкондишн Но абсолютно Лишнее решение Доигрывать Это событие Будем на основном Аккаунте Погнали Да что ж такое Ни разу В стартовой руке Не было Ночной ведьмы Будем Значит Действовать С тем Что имеется Мини генераторы Хороший В целом Вариант Для этого испытания Но мне кажется Электродракон Более подходящая Карта Давайте усилим Атаку С противовоздушной Точки зрения А справа Будем защищаться Мини пекой Здесь я думаю Накинем ярость Чтобы быстрее Разменяться Я думаю Торнадо Здесь добьет же Он ночную ведьму Нет Не добивает Торнадо Ночную ведьму Это минус Вышка у меня Ой-ой-ой-ой Как жаль Как плохо Но по левой стороне Мы тоже Сейчас разменяемся Не заметил я Пропустил тот момент Когда он успел Выставить Ночную Доставить И смотрите Я сейчас От нее страдаю Ой как я От нее Застрадал Ладно Давайте Прожимать Обилку Здесь Надеюсь Сейчас Подисцелю Я своего Монаха Да Хорошо Единственное По правой По левой Вернее Стороне Сейчас Надо как-то Дефаться От вот этой Вот атаки Мини генераторы Здесь напрягают Действительно Давайте-ка Мини пекой От них избавимся Кстати По правой Стороне Мы у него Вышку забрали Он тоже Играет с фениксом У него вообще Похожая на мою Колода Ярость Здесь подготовлю Нет Она здесь Уже не пригодится К сожалению Я думаю Сконцентрируемся На защите Здесь А давайте Я прожму Прожму Обилку Чего бы нет Пусть феникс Чуть-чуть Подразменяется А мы здесь Электродраконы Мне нужна Молния Сейчас будет Однозначно Нужна будет Молния Коплю на нее Коплю 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 И погнали Молния Ай-яй-яй Немножечко Наверное Не туда Хотя Не пойдет Такое пойдет Здесь Ночная Ведьма Слева Вышку Я свою Не потеряю Здесь Давайте Кобилку Быстренько Прожмем И мини Пекой Быстренько Опять же Убьем Эту Башню Адскую Сюда Добавим Пламенного Ой, не пламенного А феникса Нам надо Разменяться С его Вот этой Вот Атакой Все это Получилось Давайте Ночную Ведьму Будем В левую Сторон Сейчас Вкладываться У нас Есть Электродракон Сейчас Хорошая Атака Должна Получиться Единственное На молнию Надо иметь Эликсир Мы его Имеем Давайте Вот так Вот Молнию Скинем Будет От него Сейчас Ну Должна Быть Адская Башня Иначе Будут У него Проблемы Давайте Сюда Ярость Я накину Кстати Обилку Надо было Прожимать Я не Прожал Это Ошибка Но При помощи Торнадо Мы Сейчас Разменяемся Со всем Выжившим Докидываем Сюда Ночную Ведьму Я думаю Можем Его Дожимать Здесь Молнию Готовим Молния Пошла Победа Это Уже Победа Продавили Его Все Таки За счет Молнии Между Прочем Вот Молния Она Все Таки Нужна В этой Колоде Мне Кажется Потому Что Иначе Вот Такие Дуэли С Электродраконами Будут Достаточно Сложными Хоть Мы Взяли Феникса Которого Можно Будет Выставить Против Электродракона Но Без Молнии Было Бы Сложнее И Мне Кажется Феникс Все Таки Действительно Более Подходящая Карта Для Этого События Чем Пламенный Дракон То есть Именно Вот Такая Сборка Мне Кажется Финальный Вариант Вот Ждем Что Он Что Нибудь Еще Выставит Наверное На Ну Ладно Электродракон Здесь Просто Просто Электродракон А Сюда Молнию Так Пойдет Прожимаем Обилку Я думаю Что У меня Выгоднее Будет По итогу Размен Чем У него Да Ночная Ведьма Сейчас О Так Я Уничтожу Вышку Сейчас Получается Еще Удар Ай 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 Почти Но Почти Не Считается Что Мы Делаем Мы Снова Переваливаем Игру На Правую Сторону Предлагаем Ему Играть По Правой Сюда Целительницу По Левой Тоже К сожалению Придется Сыграть Для Этого Выставим Феникса Для Начала Ночную На Правую Сторону Он Зря Так Действует Мне Кажется Он Тоже С Молнией Играет Электродракона Сюда На Защиту Он Теряет Свою Вышку Гарантированно Более Того Он Скорее Сего Может Еще Сейчас И С ГЗ Большой Запас Здоровья Потерять На ГЗ Прожмем Здесь Обилку Молнию Буду Ли Я Сейчас Вкидывать Наверное Нет Сейчас Нет Смысла Да В целом Этот Размен Был Для Меня Более Выгодным Сейчас Молнию Тоже Естественно Отдавать Не Буду Просто Электродраконы Пусть Разменяются Друг С Другом Мини Пеку На Вот Здесь Уже Отдам Так Ну Пойдем Пойдем В Размены Хотя Он Сейчас Тоже Молнию Скинет И Будет Печально Но Я Электродраконом Задефаюсь Электродраконом Здесь Феникс Вот Видите Битва Электродраконов В итоге Получается Здесь Торнадо Ярость Защиту Обилка Обязательно И все Это Победа Должна Быть Молния У нас Наготове Молния Пошла И Это Победа Да Хорошая Игра Вообще Без вышек Остался И я И он Почти Но у меня 967 Единиц Здоровья Которые Позволили В итоге Выиграть Рисковый Мув Был В конце Но Рискнули И не Прогадали Давайте Сыграем Еще Одну Игру Я думаю Потому что Ну пойдем Уже Опять же На другой Аккаунт Здесь Давайте Купим Что Нибудь А здесь Все Уже Куплено Тогда Давайте Пооткрываем Быстренько Буквально Какие-то Боевые Знамена Погнали О Голубое Небо Редкое Между прочим Знамя Не докупил Я Токены Докупаем И Давайте Еще раз Докупим Ну Еще раз И Открываем Еще Два Очень Редкое Хотелось Бы Какое Нибудь Пойдет Этот Мне Нравится Товарищ Хоть Он И С Высоким Шансом Но Это Прикольный Гоблин Бочка Со Скелетами Кстати Тоже Прикольная Она Какая Она С Высоким Шансом Тоже Кстати А что-то Я ее До Этого Не Замечал Прикольная Вот Это Мне Нравится Ладно Пошли На Другой Аккаунт И Доигрываем Гнали Давайте Все Таки Вернемся К К К Ярость С Элитными Варварами Взял Элитку В колоду И Решил Еще Раз Сыграть С Пламенным Драконом А не С Фениксом Вот Такая Колода Будет На Последние Игры Или На Игру Сейчас Посмотрим И Пробуем Ночной Ведьмы В стартовом Цикле Нет Зато Есть Пламенный Давайте В левую Сторон Целительницу В Поддержку Монаху Кстати Обилка Да Не Не Снижает Урон Не делает Неуязвимым А просто Снижает Урон Так Ярость Сюда Обилку Я не успел Прожать Но В целом Пойдет Наверное Да Электродракон У меня Еще жив Он Сейчас Еще Будет Дамажить Мне кажется Ой Ой Вот это Плохая От него Обилка Зря Он Так Прожал Я думаю Что Здесь Я Отдам Молнию Вот Такую По Левой Стороне У меня В целом Все В порядке Поэтому Я В правую Сторону Вкладываю В атаку У Него Что Нет Эликсира Почему Он Так Как То Он Сдался Так Рано Так Сразу Давайте Элитные Погнали Тогда Ломать Лица И Не Добежали Элитные Лица Ломать Ну Вот Такой Первый Слабенький Попался Вот Такого Бо Монаха Да В Игру Финальная Финальная Вот Это Точно Финальная Игра Друзья Ночная Вест Великолепно Есть еще Пламенный То есть Мы ставим Ночную Сюда В атаку По левой Стороне Пламенного Готовим На защиту По правой Стороне И на защиту По правой Стороне Будем готовить Электродракона В надежде Что у него Нет Молнии А если Она Есть Будем Расставляться Вот Ну Так Он Наверное Достанет Да Давайте Прожмем Обилку Давайте Накинем Ярость И Хорошо Обилку Тоже Прожмем В атаке Пока Не поздно За счет Этого Уничтожим Вышку Его Замечательно Пламенный Зафокусился Какой-то Урон Нанес Пойдет И вот Здесь Нам Элитка Уже Пригодится Я думаю Хотя Подождем 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 Вот Теперь Точно Пригодится Он Ошибся С Мини Пекой С Постановкой Огромная На самом Деле Ошибка Даже Несмотря На Прожатую Обилку Которая Ну По сути Он тоже Две Единицы Эликсира По моему По моим Подсчетам Последние Он Слил В Эту Обилку И Сейчас У него Будут Сложности Тем более Мы Выставим Целительницу На Поле Боя И Готовимся Прожиматься Прожимаемся Молнию Надо Копить Молнию Будем Отдавать Блин Да Надо Будет Молнию Отдавать Я так Полагаю Собственно Чем Раньше Тем Лучше Хорошо По левой Стороне То есть Сохраняется На него Давление Ему Что-то Туда Надо Будет Выставлять Да И вот Он Это Сам Понимает Выставляет Туда Феникса По правой Стороне Будем Работать С Пламенным Драконом Обилку Прожимаем Сразу Ж Молнии К сожалению Сейчас Нет Но Монаха Он Своего Отдал В пустоту Можно Сказать И Мой Монах Доходит И Наверное Он вышку Подобьет Я думаю Что я Здесь Ярость Скину Хорошо Он Выставил Этих Самых У меня Электродракон Сейчас Он Поработает Здесь Немножечко Торнадо Хорошая Будет И Вот Он Минус Видите Сюда Бы Сейчас Феникса Выставить Да И Забыть Об Этой Атаке Но Нет Не Получится Так Сделать Поэтому Приходится Следующим Образом Действовать Мы Тоже Сюда Ярость Накинем И Элитку В атаку Он Что-то Это Борщину По-моему Защищаться Тоже Тоже Надо Друг Мой Здесь Торнадо Оттянем Ай-яй-яй-яй-яй Одной Буквально Тычки От Элитного Варвара Не Хватило Но Тем Не Менее Я Доволен Хорошее Интересное Испытание Прикольный Этот Супер Мега Монах И Напомню Вам Колоду Также Друзья Напоминаю Что Не забывайте Делиться Своими Колодами Из Тех Вариантов Которые Мы Сегодня Попробовали Это Мини Пека Вот Так Вот И Вместо Пламенного Мы Пробовали Феникса Еще Тоже Было Хорошо Но Это Кому Как Больше Нравится Все Ситуативно И Это Зависит От Того Какую Колоду Нам Дадут Соперники Против Кого То Удобнее Играть С Пламенным В целом Пламенный Конечно Больше Подходит Для того Чтобы Убивать Мегамонаха Его Луч Расплавляется Разгоняется И Мегамонах Быстро Тает Под Обилкой Не Под Обилкой Не Имеет Значение Феникс Конечно Подольше Клюет В этом Пламенный Лучше Но Как Противодействие Электродраконам Феникс Интереснее И Правильнее Берется В колоду Но При этом У нас Уже Есть Молния Поэтому Наверное Все Таки С Пламенным Будет Приятнее Опять же Мини Пека И Элитные Варвары Зависит От Того Опять же Есть В колоде Соперника Этот Самый Молния Или Нет Если Есть Молния То Мы С помощью Элитных Варваров Можем Спасти Электродракона То У нас Идет Мегамонах Выставляем Электродракона На Выставляем Именно Под Монаха То Чтобы Он В Одном Радиусе Шел Прям Над Монахом И Сразу Туда Выставляем Элитных Варваров В итоге Молния Бьет По Монаху Элитным Барбарианцам А электродракон Нажив Потом Прожимаем Обилку Все Отхиливается В общем Как-то Так Поэтому Кому Как Больше Нравится Опять же И Не Забывайте Делиться Своими Колодами В Комментариях А на Этом Все Спасибо За Просмотр До Ного Встреч Всем Пока